Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомить слушателей Донецкого Республиканского Института Дополнительного Педагогического Образования для Повышения Квалификации с инновационными методиками обучения и воспитания детей, методическими рекомендациями, опытом работы отечественных и зарубежных педагогов по актуальным темам из фондов Донецкой Республиканской универсальной научной библиотеки имени Надежды Константиновны Крупской. Сотрудниками отдела документов по гуманитарным и естественным наукам библиотеки подготовлен обзор литературы для учителей математики, общеобразовательных учреждений на тему формирования профессиональных умений учителя математики. В связи с изменением парадигмы образования перед современными педагогами остро встала проблема поиска новых форм и методов работы. Одной из главных особенностей государственно-образовательного стандарта является его деятельностный характер. Перед педагогами стоит задача не только передавать знания обучающимся, но и научить их самостоятельно открывать новые знания через организацию различных видов учебной деятельности. В задачи современного образования входит введение новых образовательных технологий, новых методов обучения. Педагоги остро нуждаются в обучении новым формам, методам, технологиям, обеспечивающих успешное владение государственным образовательным стандартом. Что должен знать и уметь учитель математики, чтобы успешно обучать школьников предмету? Кто несет ответственность за такие результаты учеников на итоговых испытаниях? Какие современные компетентности предстоит освоить преподавателям в ближайшее время? Педагогическое мастерство зависит от личных качеств, знаний и умений педагога. Учебно-методическое пособие «Современное учебное занятие по математике» Москва 2017 год разработано на основе требований к современному учебному занятию по математике. Математика, в отличие от других наук, в первую очередь, не набор фактов и методов, а особый способ мышления, который принято называть математическим. Этот способ присущ не только математикам-профессионалам, но и людям, далеким от математики. Цель книги «Ярусалимского» — это простая математика. Ростов-на-Дону, Таганрог, 2018 год. Показать, насколько проста эта наука, когда владеешь математическим мышлением. Необходимым условием эффективности деятельности учителя математики является осознание им стратегических средств обучения математики, отвечающих ее когнитивной природе, целям и мета-целям обучения. В книге Коголовского «Антогенетический подход к обучению школьников математики» Иванова, 2018 год, содержится разнообразный иллюстративный материал, демонстрирующий, как этот подход воплощается в обучении математики в старших классах. Тенденции современного образования предполагают перевод обучения учащихся на новый технологический уровень. Важным направлением в этом процессе выступает деятельность учителя по проектированию педагогического процесса, то есть созданию структурной технологической основы обучения учащихся в форме технологической карты. В сборнике уроки профессионального мастерства «Геометрия» 7-9 классы, технологические карты, презентации, видеофрагменты уроков в мультимедийном приложении «Волгоград без года изданий» представлен опыт профессиональной деятельности учителя, индивидуальный педагогический стиль, высокий уровень мастерства, рациональное использование инновационных и традиционных приемов организации учебного процесса. Технологическая карта урока – это конспект урока для учителя, способ его проектирования, а при модульном обучении и еще индивидуальной программы уроков для учащихся. Учебно-методическое пособие «БУЦКО» «Математика» 5 класс «Москва» 2019 год содержит примерное планирование учебного материала, технологические карты уроков, включающие методические рекомендации к каждому параграфу и комментарии к упражнениям, математические диктанты, контрольные работы, решения задач. Математика как предметная область встраивается в формирование познавательных универсальных учебных действий. В суть предмета изначально заложены логические действия, не менее важную роль математика играет в формировании регулятивных универсальных учебных действий. Пособие Глазкова, Ахрименковой, Гаишвили, математика 6 класс, контрольно-измерительные материалы. Москва 2019 год полностью соответствует государственному образовательному стандарту. Содержит 30 тестов, 15 контрольных работ для текущего и тематического контроля по курсу математики 6 класса. Интересным и весьма ценным видом внеклассной работы стало проведение школьных математических олимпиад, которые остаются на сегодняшний день самым массовым и популярным видом олимпиад среди учащихся и среди учителей. В пособие «Олимпиадные задания по математике» 5-й, 11-й классы, составитель «Безрукова», «Волгоград», «Безгода изданий» включены задания, которые могут быть использованы для проведения олимпиад и математических конкурсов. Иногда высказывается мнение, что соревнования травмируют, деформируют сознание школьников и в результате слабые учащиеся еще острее чувствуют свою отсталость, а лучшие математики класса зазнаются. Эти опасения имеют основания. Но существуют и меры компенсации. Предлагаемые задания должны быть посильны для каждого. Книга «Пособие по олимпиадной математике. Уровень А1» под редакцией Татьяны Бабичевой «Москва. 2018 год. Первая из серий, посвященная темам, необходимым для решения олимпиадных задач и просто трудным для самостоятельного усвоения. Полезна как для одаренных школьников, самостоятельно готовящихся к олимпиаде, так и для руководителей математических кружков. Фонды библиотеки располагают и другими интересными книжными изданиями, журналами, которые рекомендуем учителям математики. А именно Балаян – новый репетитор по математике для подготовки к единому государственному экзамену. Ростов-на-Дону, 2018 год. Книга написана на основе действующей программы по математике для общеобразовательных школ, гимназии, лицеи. Содержит около 4000 задач, из которых более 1000 даны с решениями, а остальные предназначены для самостоятельного решения. Жохов. Математический тренажер, 6 класс, Москва, 2019 год. Тренажер может быть использован для организации устного счета на уроках, предназначен для выработки и совершенствования прочных вычислительных навыков учащихся, развития у них внимания и оперативной памяти. Сборник заданий и упражнений к учебнику «Математика. Алгебра и начало математического анализа. Геометрия. Базовый и углубленный уровни» для 10 класса общеобразовательных организаций под редакцией Козлова-Никитина, Москва, 2018 год. Издание адресовано учителям математики методистам, обучающимся общеобразовательных организаций. Геометрия, 7 класс, геометрия, 9 класс, методическое пособие, Москва, 2019 год. Пособия содержат примерное планирование учебного материала, технологические карты уроков, методические рекомендации, комментарии к упражнениям и математические диктанты. Геометрия. Учимся решать задачи. Готовимся к государственному экзамену, 7-9 классы. Учебное пособие с электронным приложением, Москва, 2018 год. Книга, дополненная интерактивным электронным приложением, сидит диском. Акияма Джин, Мари Джо Руиз. Страна математических чудес. Москва, 2018 год. Содержит занимательные модели, которые описаны в книге. Книга призвана помочь детям открыть для себя удивительные закономерности и осознать всевозможные математические чудеса. Журналы. Математика в школе. Инновации в образовании. Методист. Стандарты и мониторинг в образовании. В заключении следует отметить. Важной целью обучения является знакомство учащихся с математикой, как с общекультурной ценностью. Выработка понимания того, что математика является инструментом познания окружающего мира и самого себя. Еще вчера ученик рассматривался как сосуд, который необходимо наполнить знаниями. При этом упускалась из виду, как научить применять эти знания в бурном, постоянно меняющемся мире с огромным потоком информации. Сегодня, наряду с приобретением знаний, необходимо знакомить учеников с различными техниками, приемами мышления. Современный урок математики — это урок познания, урок деятельность, урок, где учитель и ученик постигают новое одновременно, подталкивая друг друга к новым открытиям, решениям, противоречиям. Главными особенностями урока математики должны стать хорошая мотивация к изучению материала и четкая постановка цели урока на каждом этапе. Ученикам должна быть понятна конечная цель урока и пути ее достижения. Развитие учащихся математических способностей напрямую зависит от личности учителя. Достойно высокой оценки такое обучение математики, когда преподающему ее учителю удается, используя возрастные особенности учащихся, превратить математику в одно из средств самоутверждения ученика. Если школьникам будет неинтересно с ним, если они не почувствуют роста своих возможностей, то они прекратят углубленные занятия математикой. Зачем и кому нужна математика? В чем смысл ее преподавания? Ответ содержится в высказывании Галилея. Книга природы написана языком математики. Тот, кто не знает математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может обнаружить своего невежества, говорил известный английский философ Роджер Бекон. Приглашаем всех желающих в уютные читальные залы библиотеки для того, чтобы познакомиться с другими интересными, нужными, полезными книгами и журналами. Общение с книгой – высшая и незаменимая форма интеллектуального развития человека. Александр Твардовский